Днем 3 июля в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия поступила информация о том, что в Нерингринском районе на 192-м километре автодороги по направлению из населенного пункта Улакамурской области в Эльгинский угольный комплекс, расположенный на территории Нерингринского района Якутии, произошло опрокидывание в кювет автомобиля «Уралвахтовка». По предварительным данным, в машине находилось 23 человека. Количество пострадавших в данное время уточняется. Для координации действий сил по проведению спасательных работ, оказании помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии и при необходимости их эвакуации в медицинские учреждения в Нерингринский район из города Якутска на вертолете Ми-8 авиационно-хабаровского центра МЧС России вылетела оперативная группа Главного управления под руководством начальника Главного управления. Генерал-майора Гаркун Александра Владимировича, в состав которой входят спасатели Якутского поисково-спасательного отряда и медицинские работники Республиканского центра медицинных катастроф Республики Саха-Якутия. К месту происшествия из города Нерингрин на вертолете Ми-8 убыла оперативная группа отряда Федеральной противопожарной службы Нерингринского района по республике Саха-Якутия со спасателями службы спасения Якутии и работниками Центра медицинных катастроф, а также вылетел вертолет Робинсон с работниками Республиканского центра медицинных катастроф. К месту происшествия из Эльгинского угольного комплекса Нерингринского района выдвинулись отделения военизированной горно-спасательной части с медицинскими работниками. В городе Якутске в готовности к вылету находится самолет Л-24010 с работниками Республиканского центра медицинных катастроф. В Нерингринском районе в Центральной районной больнице подготовлены 40 койко-мест для приема пострадавших. Всем необходимым медикаментами имеется в достаточном количестве. Также организовано взаимодействие с Амурской областью, Главным управлением по Амурской области по доставке и взаимодействию по выезду оперативной группы. В готовности также находится вертолет Ми-8 по доставке пострадавших в медицинские учреждения Амурской области. К ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлечено 45 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС России по Республике Саха-Якутия. Привлечено 14 человек и одно воздушное судно Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Данное происшествие находится на контроле правительства Республики Саха-Якутия и Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия.